Вся Уфа В футбольный клуб Уфа отправился на третий, заключительный в этой зимней межсезонье учебно-тренировочный сбор, который снова пройдет в Турции. А в перерыве между сборами в Уфу приехал наш голкипер Давид Юрченко, который в небольшом интервью рассказал о своих первых шагах в футболе. На самом деле никому не удивлю, как и многие слышали. В детстве занимался не только футболом, но и параллельно занимался единоборствами. Так у меня брат занимался старше и, соответственно, как младший брат ходил со старшим, куда он, туда и я, соответственно, как хвостик. Ну и так получилось, что, не знаю, стоит судьба или что, просто когда еще был в годном возрасте, маленьким совсем, буквально еще даже годика не было, когда, соответственно, мой старший брат ходил во двор играть, я всегда во мне брал с собой как бы няней. И, соответственно, когда ребята играют футбол, он со мной едет на улице, что, куда меня ставить? Ну, вместо штанги. Коляска. Я здесь съел в коляске и вместо штанги был, соответственно, в воротах. Так, может быть, и он не езжал дорогу в воротарское искусство, да. Поэтому, ну, и вот выбрал, в принципе, футбол с 8 лет, когда уже, наверное, сам немножко определился с тем, что мне интересно. В этом возрасте, да, изначально было, потому что занимался, опять-таки, партнеризионоборствами, но не так меня это захватывало, как все-таки игровые виды спорта, именно командные действия. И почему был сразу позицию воротаря, потому что, извините, потому что напросто никогда не нравилось бегать и до сих пор ненавижу это дело. Больше нравится подсказывать, прыгать, руководить, немножко где-то и читать игру, да, в большей степени даже, чем бегать. И поэтому, наверное, Сау же вперед, изначально. Многие профессиональные спортсмены, которые чего-то добились, какого-то успеха достигли, говорят о том, что вот этот самый успех – это плата за то, что у них не было детства. Что тренировки, режим, какие-то запреты, вот, приходилось их выносить, и только таким путем можно дать им добиться. Это так? Ну, знаете, это и есть некая закономерность такого, да, потому что тот человек, который хочет, ну, даже не то, что самореализоваться, да, в своей какой-то индустрии, там, или в своей деятельности, просто-напросто в виду своей деятельности, да, мы с детства очень ограничены в свободном времени, на самом деле. Вот я, честно говоря, лет, наверное, до 17, да, до 17 лет даже не знал, что такое вообще, там, ночная жизнь элементарно. Что такое даже просто элементарно посиделки с друзьями вечером, там, во дворе. У меня этого не было. У меня от детства проходило в том, что я вставал, когда уже перехли в Россию, да, из Туркмени, я вставал в полчаса утра, полчаса мне на сборы, покушал, и в 6 часов выходил из железда, на тренировку ехал. На первой тренировке было 8 часов. Естественно, по пути пока ездишь на автобусах, на метро, где-то там еще подучиваешь какие-то учебники, уроки, да, там, готовишься еще плюс к школе. Утренняя тренировка 8 часов, 2-х часовая, там, оттерновался и сразу в школу. После этого в школе, обедаешь в школе, параллельно еще на обеде делаешь какие-то уже уроки, домашние задания, потому что задали на первых, да, уроках. После этого еще там 2-3 урока, соответственно, оттерновался и опять на тренировку. На 4-часовую тренировку, потому что она уже была командная тренировка, а утренняя была такая более специализированная, в том плане, что мы тренировались в 3 дни. И у нас закалывалась некая база, да, там определенная вносливость, прыгучесть, скорость, да, как бы это все в базе делалось. И вечеринка тренировка уже была у нас командная, после чего, после команды тренировки уже, опять-таки, у нас были уже тренировки акробатики, гимнастики, допустим. Мы занимались встречником, да, чтобы именно в таком разе, в детском, когда можно еще человека развить. И это нужно делать, то бишь, его мышцы, его скелет, его сознание, да, образно говоря, и он подвласт как постигнет, его можно лепить. Поэтому, в последнее время, до 17 лет, да, я не знал, что такое, там, какие-то, не знаю, встречи с друзьями, там, гулянки, еще что-то. Может быть, поэтому так и происходит, да, потому что ты вкладываешься до какого-то периода времени, а потом, может быть, таки, божьем это видеть и дает некую отдачу. В эти выходные в Уфе в спорткомплексе «Нефтяник» прошли детские мини-футбольные турниры, посвященные Дню Защитника Отечества. Все подробности в нашем следующем сюжете. 21 февраля первыми на площадку вышли ребята 2006 года рождения. В турнире приняли участие 6 команд. Футбольный клуб Уфа был представлен двумя коллективами. Помимо основного состава Уфы 2006, в турнире приняли участие ребята школы ФК Уфа 2007 года рождения, заявленные на турнир как Уфа-2. Несмотря на разницу в возрасте, подопечные Артема Башлыкова и Кирилла Хорошилова из Уфы 2007 показали настоящий характер. На групповом этапе наши ребята отобрали очки у команды «Алга Башнефть», сыграв с ней в ничью 1-1, причем по ходу матча имели преимущество. Но во встрече с одним из фаворитов турнира «Зенитом» из Салавата сказалась разница в возрасте и классе. Уфа 2007 уступила 0-5. Тем не менее, в общем турнир нашей юной команде надо несомненно занести в актив. Отдельно хочется отметить уфимскую команду «Олимп», которая играла матчи двумя принципиально разными составами. Первый, как и у всех остальных участников, состоял из парней 2006 года рождения. А вот второй удивил многих зрителей. Ведь периодически на поле в составе «Олимпа» выходили девочки. И пусть в классе девчонки немного уступали, парни из «Олимпа» в основном забивали, а их коллеги девушки в основном пропускали. В жажде борьбы и неуступчивости девчонки «Олимпа» могли дать фору многим мужским коллективам. «Олимп» добрался до матча за бронзу, где в упорной борьбе уступил «Алге» 0-1. Ну а теперь о нашем главном фаворите «Уфе 2006». Команда «Катком» прошлась по соперникам на групповом этапе, обыграв «Олимп» и второй состав «Салаватского Зенита» 4-0 и 6-1 соответственно. И уверенно вышла в финал, где ее поджидали извечные друзья-соперники из первого состава «Зенита». Финальная игра вышла очень драматичной и зрелищной. «Уфа» 2006 с первых же секунд придавила гостей из «Салавата» высоким прессингом и быстро повела в счете 2-0. Но также быстро с этим преимуществом и рассталась. «Зенит» сравнял счет, однако «Уфа» снова вышла вперед. Счет 3-2 в пользу нашей команды держался достаточно долго. Но потом уфимцы совершили техническую ошибку. Вратарь взял мяч в руки после передачи назад. Арбитр назначил опасный свободный удар, после розыгрыша которого мяч угодил в руки нашему полевому игроку, находившемуся в пределах штрафной площади. Несмотря на апелляцию уфимцев, что наш игрок защищал лицо от сильного удара мячом, арбитр был непреклонен. Пенальти. Счет сравнялся и больше до конца основного времени не менялся. Судьбу чемпионства решала серия пенальти, которую удачнее прошли футболисты «Зенита». Слово тренеру «Уфы-2006» Дмитрию Макарову. Немножко не хватило, хотя в целом впечатление все равно как-то даже как будто мы выиграли, потому что игрой я в целом доволен. Просто ребята после турниров получают именно вот такой необходимый опыт, над чем нужно работать, что нужно исправлять. В чем у каждого какая-то проблемка. Где-то в тренировках они не всегда это понимают, думают, что может быть все-таки стоит делать так, как они хотят. Но выступая на соревнованиях, в каких-то играх, они понимают, что оказывается тренер прав, что нужно делать именно то, что он говорит. И это им же и поможет играть в хороший футбол. А так все очень неплохо. И турнир понравился, и итог, я считаю, в целом положительный. На следующий день 22 февраля в аналогичном турнире силами мерились юноши 2001 года рождения. Здесь турнир сразу начался с полуфинальных игр. Уфа-2001 в упорной борьбе одолела дюсш номер 4 из октябрьского 4-3. Во втором полуфинале сошлись уфимский Олимп и зениты Салавата. Сильнее оказались гости с юга Башкирии 4-2. Примечательно, что все шесть забитых мячей оказались на счету футболистов Салавата, которые по ходу матча дважды поражали собственные ворота. И снова финал Уфа-Зенит. Наша команда фактически в первой же атаке открыла счет, красиво оригинально разыграв штрафной. Однако затем в игре Уфы-2006 последовал ряд ошибок в обороне, в результате чего гости из Салавата забили четырежды и получили солидное преимущество. К дальнейшему финцы всеми силами пытались сократить отставание в счете, забивали голы, имели острые моменты, но отрыв был слишком велик. Победу праздновал Зенит. Итоги турнира для нас подвел тренер Уфы-2001 Александр Скоробогатов. Ребята пока еще не готовы, не готовы играть на... Мы только начинаем такую подготовку планомерную. Я скажу, что вроде по игре мы начали 1-0 повели, разыграли неплохой штрафной, забили гол, потом мы допустили ряд досадных ошибок, пропустили сразу четыре мяча. И нам пришлось, конечно, очень сложно, очень сложно перестраивать всю игру. На этом все. В эфире был Свободный Удар. Смотрите нас каждую неделю в это же время на телеканале Вся Уфа. Слушайте радиоверсию программы на волнах радио Шансон Уфа 102.5 FM. Все только начинается. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!